Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 29 мая день Феодора Освященного назван через преподобную отца Феодора Освященного ученика Пахомьева. Лет с 12 его родители приготовили прекрасное кушанье, поставили различные вина, во всех комнатах расслали ковры. Юный Феодор увидел торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от мысли, «Если ты будешь есть эти кушанье, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни». Впоследствии он уходит в монастырь к отцу Пахомью. Народ этот день прозвали житником. Крестьяне говорили, у житника одна забота – поле ячменно заборонить. Сегодня традиционно готовили ячную, пшонную, манную или гречную кашу и молились о хорошем урожае зерновых. Считалось, если сегодня каша будет на столе, то урожай будет богатый. Приметы. Зацвела рябина, скоро наступит жара. Рябина поздно зацвела, в продолжительной и суровой осени. Много цветов на рябине, к хорошему урожаю овса и льна. Кстати, Виктор Котлов сделал такой комментарий. «Однажды я постепенно умирал и помолился, и мне подкинул книгу Поля Брега. Это было начало моего здоровья. А когда я случайно узнал о книгах Малахова и купил их, я полностью исцелился. Малахов – это гениальный целитель и отличный философ. Ну, спасибо. Еще разок, я хочу, вот знаете, вот, конечно, гениальный целитель и так далее, так далее. Это, знаете, как-то это тебя так воодушевляет, бодрит. И где-то даже, как бы сказать, вот, какие-то эгоистические мысли возникают. Но вот у меня стоит такой самоконтроль, гениальный целитель, знаете, я радуюсь тому, что я написал такие книги, которые работают без меня. Одно дело, гениальный целитель стоит рядом с вами и говорит, вот это, вот это вы примите, вот это вот так сделайте, вот это то сделайте, вот это, а тут написаны книги, где вы читаете, вы сами себе целители. А вот это вот гениальность, вот это вот супергениальность, что сделать так, что не нужен вам целитель. Вы становитесь себе целителями, только читайте и вдумайтесь, подумайте, если вы, знаете, вот все-таки более-менее какая-то доля разума есть в вашем сознании. Все будет нормально. Далее Мария Крюкова ответила полностью согласно, этот факт, такая же история. Бац и все. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!